Всем привет! Это программа NHL Сегодня. Я Владимир Дегтярев. Ну и давайте вспомним, что же интересного у нас происходило с сегодняшней ночи. Тут, наверное, даже важны не результаты, хотя, конечно же, те команды, которые сейчас бьются за попадание в плей-офф, для них результат важен. Ну и вот один из таких результатов – это победа команды Pittsburgh Penguins над Philadelphia Flyers со счетом 7-6. Да, действительно, матч получился сверхрезультативным. Я бы отметил здесь Сидни Кросби, который забросил одну шайбу, отдал еще и три результативные передачи. Филадельфия проиграла, при этом осталась она пока что именно в зоне плей-офф на Востоке, но там конкуренты теряют очки. Нью-Джерси проигрывает, Айлендерс проигрывает. В общем, там пока что конкуренты очки теряют. Поэтому, в общем-то, для Филадельфии здесь все пока складывается достаточно хорошо, хотя, ну, относительно, я бы тоже так сказал, потому что в последних пяти матчах у Flyers всего лишь одна победа. Для Питтсбурга победа важна, команда начинает немножечко так карабкаться вверх. Не знаю, смогут ли они действительно в итоге забраться в плей-офф. Ну и, кстати, Кайл Дубас сказал, что он может обменять любого игрока команды Питтсбург Пингвинс, кроме троих. Это Крис Летанг, Сидни Кросби и Евгений Малкин. Так что вот этих игроков, если что, трогать никто не будет. Едем мы дальше. Еще достаточно одна интересная встреча. Здесь, в первую очередь, наверное, она интересна тем, что в Чикаго, но уже в форме Детройта, приехал Патрик Кейн. И не просто приехал, а еще и помог своей команде одержать победу. Именно он в овертайме и забросил победную шайбу в ворота Чикаго. Но перед этим была достаточно интересная церемония. Болельщики поприветствовали Патрика Кейна, который впервые с Детройтом приехал вот в Чикаго. И ему болельщики устроили очень теплый прием. Это было действительно очень трогательно. Я думаю, самому Патрику Кейну это все понравилось. Артемий Панарин свой личный рекорд улучшает по заброшенным шайбам. В сезоне 19-20 Артемий Панарин забросил 32 шайбы. И вот очередной сезон, правда, это сезон уже теперь считается 23-24. Артемий Панарин забрасывает 33 шайбы. А играть, в принципе, еще полтора месяца. Так что у Артемия Панарина есть шанс достаточно так хорошо свой рекорд этот улучшить предыдущий. Который равнялся 32-м заброшенным шайбам. Так что Артемий Панарин запросто может добраться до отметки и в 40 шайб. Еще, наверное, одно важное событие. Никита Кучеров. Одна заброшенная шайба. Три результативные передачи в матч против команды Нью-Джерси Дэвилс. Победа со счетом 4-2. Там поддерживает вторую победу подряд. А Никита Кучеров первым из игроков национальной хоккейной лиги в этом регулярном чемпионате добирается до отметки в 100 очков плюс. На счету Кучерова теперь 102 очка. И в гонке бомбардиров он занимает первую строчку. Дальше идет Нейтан МакКиннона. 96 очков. И за ними идет Конор МакДэвид, который отстает еще и от МакКиннона. Так что, в общем, Никита Кучер. Ну, с другой стороны, вы знаете, тут очень интересная деталь. Конор МакДэвид в последних матчах не забрасывает шайбы. При этом на его счету 21 результативная передача. Ну, в общем, посмотрим, что будет дальше происходить с Конором МакДэвидом. Его команда проигрывает. И, кстати, в выходные дни команда Эдмонта Нойлерс проиграла дважды. Уступили Миннесоте, уступили Калгари. В общем, пока что у команды Эдмонта Нойлерс три поражения подряд. Далее еще бы я отметил, возвращаясь уже к Никите Кучерову. 102 очка набрал Кучеров. И, в принципе, вполне себе запросто может превзойти свое же достижение, которое он сделал не так давно. Кстати, это четвертый раз, как Кучеров преодолевает отметку в 100 очков за сезон. Так что, действительно, стабильность. Ну, Никита Кучеров молодец. И тут, в общем, вопросов к нему никаких быть просто не может. Действительно, Кучеров, наверное, это вот в этом сезоне проявляется очень хорошо. Потому, когда был травмирован Василевский, когда у Тампы не складывались, наверное, дела. Лучшим образом вот именно Никита Кучеров тащил команду за собой, помогая ей набирать очки, помогая ей одерживать победы. Андрей Василевский сегодня не играл у Тампы по причине того, что дали ему отдохнуть. Потому, что Тампа проводит два матча подряд. Ну, и вот во втором матче, вот как раз матч против Ниджерси Дэвиллс, играл именно Юхансона. Андрей Василевский просто отдыхал. Так что, здесь все в порядке. Еще, наверное, одно интересное событие в Национальной хоккейной лиге. Это уже касаясь западной конференции борьбы за попадание в плей-офф. Нэшвилл одерживает важнейшую победу для себя. И команда заходит на восьмую строчку. Ну, там сейчас восьмое, девятое. Нэшвилл вытесняет Сент-Луис. Команда заходит на восьмую строчку, дающая право участвовать в плей-офф. Понятное дело, что впереди еще более двадцати матчей предстоит сыграть каждой команде. Но, тем не менее, битва на Западе будет очень и очень серьезная. Еще я бы хотел, наверное, отметить то, что мы уже говорили сегодня про команду Артемия Панарина. И сам Панарин, который забросил свою тридцать третью шайбу в регулярном чемпионате. Так вот, его команда сегодня проиграла. Уступили они Коламбус Блю Джекетса, в котором отличились сразу три хоккеиста из России. Это Иван Проворов, забросивший шайбу. Это Кирилл Марченко, на счету которого одна заброшенная шайба, одна голевая передача. И Дмитрий Воронков, который также набрал в этом матче один плюс один. Одна заброшенная шайба, одна голевая передача. Ну и Коламбус, который в этом сезоне уже явно не претендует на плей-офф. В общем, остановил команду Нью-Йорк Рейнджерс, у которых было 10 побед подряд. В общем, на этой отметке останавливается команда Нью-Йорк Рейнджерс. Коламбус, ну Коламбус со временами действительно хорош. Правда, упустили они много времени на старте сезона. Не знаю уж, как будет складываться следующий сезон для Коламбуса. Посмотрим. Ну и Аризона, которая проиграла 12 последних матчей. 12 матчей подряд Аризона не знает побед. Причем 10 из этих 12 поражений, они в основное время. Да, да, да. В основное время. В общем, у Аризоны после того, как объявили, что эта команда может переехать в другой город, другой штат, складываются дела не самым лучшим образом. Не знаю уж, именно это на них повлияло или просто что-то на них повлияло. Но Аризона, которые предрекали битву за попадание в восьмерку, сейчас как-то очень далеки от этой самой восьмерки. Ну и от той самой битвы, которую им предсказывали в борьбе за попадание в плей-офф. Пожалуй, на сегодня все. Это был Владимир Дегтярев. Всем пока. И как всегда, встретимся на хоккее. Пока.